Всех приветствую! Продолжаем гулять по залам главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербурга рассматривает работы художников и скульпторов. Фридрих Авербек, Таинство покаяния, 1864 год, Холст масла. Идея картины показать, что человек, греховно падший водами, получает от церкви постоянный путь к раскаянию, в котором он может возвратиться к Богу. Право же отпускать грехи даровал церкви Христос, когда по воскресенье являлся среди апостолов и сказал им, примите Дух Свят. В центральной части Христос с крестом, представляющим знамя победы над смертью и 10 хренопреклонных апостолов. В бордюре сюжеты Ветхого и Нового Завета, связанные с таинством покаяния. Наверху распятие, слева арабески, аллегорически изображающие семь смертных грехов. Справа семь добродетелей, окруженных терниями. Внизу слева направо грехопадение, раскаяние, гнев Божий на Адама и Еву, подание им надежды на искупление через Мадонну, очищение прокаженного, введение его народу, принесенные благодарственные жертвы, воскрешение Лазаря. В 1862 году в Риме Авербек выставил семь картонов на сюжеты семи таинств, предполагая, что по ним будут вытканы шпалеры, подобные знаменитым ватиканским коврам Рафаэля, что осуществлено не было. Тогда же граф Орлов Давыдов заказал художнику живописное монохромное повторение третьего картона, доставленное в Россию в 1864 году. В 1865 Орлов Давыдов подарил картину Московскому Румянцевскому музею. После 1917 года она оказалась в Музее изящных искусств в Москве, откуда в 1933 году была передана в Эрмитаж. Сейчас эта работа достаточно большая, находится в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербург. Ну вот такое описание к работе Фридриха Авербека, называется Таинство покаяния, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok